Простой в работе золоторудного месторождения Эти Бакыр Терексай стал следствием провокации отдельных лиц. Об этом говорится в официальном сообщении руководства предприятия. По словам главы компании и сотрудников, а из 350 работников, задействованных в работе предприятия, 96% составляют местные жители, просто использовали. Сама компания является социально ориентированной, отметил гендиректор. За все время своей деятельности она вносила огромный вклад в развитие района. С 2016 по настоящее время они заплатили более 750 миллионов сомов налогов. Отмечу, что группа ЛИД, занимавшаяся на протяжении многих лет незаконной добычей сурмяных руд из лицензионной площади ОСОЭ Тибакыр Терексай, воспользовавшись моментом, агитировала работников компании, чтобы те не выходили на работу. На сегодня из-за созданной провокации сотрудники ОСОЭ Тибакыр Терексай оставили свои рабочие места и не выходят на работу. В целях недопущения выхода из строя горно-шахтной техники и оборудования, компания вынуждена приостановить производственную деятельность на неопределенное время. Напомним, конфликт на месторождении произошел еще 5 ноября. Местного жителя, искавшего домашнюю скотину, избили сотрудники охраны добывающего предприятия. Спустя некоторое время он вернулся ответить обидчикам. Уже не один. Травмы получили три милиционера, одного из них госпитализировали. Но, как говорят сельчане, представители местной власти обещали разрешить ситуацию мирным способом и обойтись без задержаний. Почти месяц о конфликте ничего не было слышно. Однако в начале декабря милиция задержала 15 жителей Терексая, вызванных якобы на допрос в УВД области. Два дня подряд в центре села односельчане требовали освободить арестованных. 4 декабря на митинг собралось уже около 100 человек. Я думаю, что в действиях молодых людей, участвовавших в конфликте, никакой политики не было. А распространяется информация, будто они выступили именно против ЭТИ Бакыр Терексай. А там вообще слов по деятельности компании никаких не было. В администрации района пытаются призвать стороны к мирному урегулированию конфликта. Мы встретились с родителями избитых милиционеров, объяснили им ситуацию, проводим разъяснительные беседы среди местного населения. Понемногу приходим к взаимному пониманию, что мы все жители одного района. Сейчас в СМИ распространяется очень противоречивая информация. Говорят о каких-то политических целях, преследуемых организаторами митингов, о возможной панике. Мы не должны поддаваться на разного рода провокации. Нам всем нужен мир, спокойствие. Призывают стороны к взаимопониманию и мирному разрешению конфликта. Пока ситуация в селе Терексай стабильная. Когда будет возобновлена работа на предприятии ЭТИ Бакыр Терексай неизвестно. Для недопущения выхода оборудования из строя. На золотоизвлекательной фабрике слита вода и остановлена вся техника. Производство на месторождении, как сообщается, могут законсервировать на 3-4 месяца. Бот Исайф Алтымбек Конобекулу, НТС.